Салутари, приятели, всем привет! Фейкари Думеника, как и обещай, держа объему традиции фрумасы, сэни ведем онлайн импроводна кудуме-вострэ, инэмиссиуне «Путерянадивэр», «Сила в правде», модераты де домну гонца, шэнкэдюн модератор на русэ, дамна Людмила. Синчерс, ва спун, думеника трекута, ну ам авут пособилитати сэээс онлайн, деоаричи акума фак тратамент интро-клиникэ дин Германия. Дар, ку атензиу, румэреск tot че сээнтэмплэ акаса. Акума, ам дичис сэээс, интро-нлайв, сээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ в воскресенье программы «Еженедельная сила правдия» не было, так как я прохожу сейчас лечение в одной из немецких клиник. Но я внимательно слежу за всем тем, что происходит дома, особенно в муниципе Бельцы, так как сегодня, благодаря поддержке бельчан, убедительно наш кандидат Александр Петков первый выиграл выборы, а выборы два, так как я являюсь муниципальным советником. Почему я не мог дождаться своего возвращения в Молдову и вышел сегодня в лайв, и, к сожалению, пока только так могу обратиться к вам. Первое. Партия социалистов, несмотря на все свои грязные, грязную пропаганду, уловку, несмотря на все мерзости, которые устраивали там две шестерки Гриша Болгаров в Бельцах, он же Григорий Кармалак, несмотря на всю предпродажную подготовку, которую они готовили целый год, значит, партия социалистов проиграла выборы. Я не отвечал этой партии, тем более чьим-то шестеркам, из-за того, что отвечать нужно их прямым начальникам. Для двух бельских муниципальных советников, повторюсь еще раз, их начальник партийный Игорь Тадон, внепартийный Гриша Болгаров, он же Григорий Кармалак. Значит, после того, как мы честно выиграли выборы, я вышел на пресс-конференцию и сказал все, что я считаю об этих людях, и не только. Значит, многие до сих пор пишут мне вопрос, почему я все это не использовал в предвыборную кампанию, они бы набрали еще меньше и так далее. Ребят, я не хотел, чтобы та информация, которую я предоставил, каким-то образом была использована кем-то, тем более властями, для того, чтобы снять того же шестерку Болгара с выборов в Бельцах и так далее. Я хотел честно выиграть, а потом все расставить на свои места. Ну, а я смотрю, выходит Паша Пылесос, рассказывает про то, что я там бросил Бельца, нахожусь на охоте, на гуся. Выходит второй этот с кирпичным лицом, значит, рассказывает, мы тебя ждем, ты придешь, ты ответишь, ты ответишь. Хочу сказать, что можно снять еще одну серию Кинг-Конга, там Кинг-Конг возвращается, Кинг-Конг уходит в небо, Кинг-Конг пошел на выборы и так далее. Просто, вы понимаете, я никогда не оправдывался и оправдываться не буду, но сегодня кандидат-примар в муниципе Бельца, который стал примаром, Александр Петков, предложил всем в фракциях, в Бельском муниципальном совете, предложить по одному вице-примару. Значит, фракции у нас, помимо нашей партии, в Бельском муниципальном совете еще три. Это социалисты, ПАС и партия ФАСМ. Значит, выдвините все по одному кандидату в вице-примару, потому что у вас были обещания, данные людям в Бельцах, за кого-то проголосовали 20%, за кого-то проголосовали около 10%. Приходите все и давайте что-то делать для города. Сегодня, когда мне скинули видео с муниципального совета Бельц, заседание, особенно в перерывах, и когда я вижу сначала этот гуимплен с тяжелым лицом полным интеллекта, выходит там что-то там бубнит, мычит, не понимая, с каких пор шестерки Болгара будут мне тыкать. Поэтому я сегодня вышел к вам, первое, обращаясь к электорату партии социалистов Бельцев. В партии социалистов, как и в других политических партиях, есть нормальные люди. Я высказал все свои претензии, касаемо конкретно двух шестерок Гриша Болгара, который служит ему в Москве, и их политическому начальнику Игорю Дуду. Требуйте от тех, кому вы дали сегодня 20 голосов в первом туре, чтобы они выдвинули вице-примара, для того, чтобы он работал на благо Бельчан. Я считаю, что Александр Плетков единственный сегодня примар в стране, который предложил от всех фракций по одному вице-примару. Ни от одной, для того, чтобы иметь с одной партией большинство, или делать какую-то коалицию. Мы не собираемся делать никаких свадеб, никаких коалиций. Сегодня, если от каждой фракции будут по одному вице-примару, значит, практически все бельчане, которые дали свои голоса, будут представлены в муниципальном совете. Плюс, я видел обращение Марины Тауберг в Бельскую примарию, что они хотят реализовать какие-то проекты. И двух-трех кандидатов сняли с выборов. Я говорил с Александром Петковым. Александр Петков готов говорить со всеми партиями, у которых есть финансовое покрытие для реализации каких-то проектов в Бельце. Дадон выходит, говорит о том, что партия социалистов не будет делать с властью коалиции, в Бельце будут в оппозиции. Еще раз, вас никто не зовет в коалицию. Выдвините вице-примара, кроме двух шестерок болгара, кто они, уже знает вся страна, и давайте работать, если у вас есть желание работать. А то, что говорит Игорь Дадон, почему лайв сегодня обращение к Игорю Дадону, потому что я все ждал его какую-то реакцию. Он сказал, что он не хочет, чтобы Бельские какие-то политические разборки выходили на национальный уровень и так далее. Игорь Николаевич, придется, потому что этим людям, кто они, я уже говорил, и повторять не собираюсь, значит, вы дали политическое прикрытие, поэтому, Игорь Николаевич Дадон, я не хочу говорить с теми, которые себе не принадлежат. Есть сегодня вы, как председатель ПСРМ, есть их начальник Гриша в Москве, которому я не могу позвонить, но вы можете ему позвонить даже через пять минут, и у вас шикарное комфортное общение уже не один год. И значит, вы определяетесь, потому что войну на национальный уровень выносите именно вы. И перестаньте, как предвыборную кампанию, кроме мерзости и пропаганду, поэтому вы всегда проигрывали Бельцы, и всегда их проиграете. От вас не было ни одного конструктивного предложения. Сегодня ваши люди выходят в Бельцы, вот мы предлагаем от партии социалистов, кандидатуру, усатого, вице-примара и так далее. Послушайте, выйдите и скажите, что вы ничего не хотите делать для Бельц, задача этих гопников, значит, используя ваших нормальных людей, потому что есть нормальные ребята в муниципальном совете партии социалистов, значит, хотят просто там устраивать бардак. Я, еще раз, я никогда не стеснялся говорить даже о проблемах, которые есть, да? Да, из-за того, что, к сожалению, так же, как у моего отца, у меня и сахарный диабет, который сегодня, к сожалению, это мерзкая болезнь, сегодня сотни тысяч людей в Молдавии от нее страдает. Я прохожу лечение в одной из клиник Германии, я на следующей неделе вернусь, и это для никого не секрет, что раз там в 4-5 месяцев я прохожу обследование и параллельно привожу организм в порядок, потому что, к сожалению, этого требует сахарный диабет. Я понимаю, что вы все там мечтаете меня там пережить, но, еще раз, сегодня уберем в сторону лично. Я, еще раз, на полном серьезе, прошу руководство ПСРН вместе с их крышей за пределами страны, еще раз, не могу обратиться к болгару, к нему может обратиться только Додон, это его партнер, а не мой, хотя Додон мне все годы красил бандитов, преступников и так далее. Разберитесь, пожалуйста, с вашими шестерками в Бельцах и перестаньте будоражить ситуацию, потому что, да, мне еще нужно несколько дней, я в конце этой недели, или максимум в начале следующей недели буду в Бельцах и буду заниматься всей той работой, которая, кстати, сегодня очень хорошо начала справляться наша команда и Петка, и наши муниципальные советники, и наши активисты, и все люди, кто вовлечены в эту деятельность. Хотите помочь городу? Не надо помогать Петкову или Усатому. Возьмите, купите какую-то спецтехнику. Может быть, вы так же, как и я, будете с утра заниматься тем, пока лежу под капельницами, ищу соль, потому что узнал от Петкова, что ему сказали там, что все хорошо, а в Бельцах осталось около 15 тонн соли. Около 40 уже было использовано, только в первые несколько суток непогоды. Да, я сегодня, находясь в больнице, решил проблему, потому что в Бельском бюджете нет денег, и я нашел средства, и выбрал за рубежом красивую елку, для того, чтобы продолжить эту традицию. И Бельцы уже много лет была новогодней столицей, как бы всего севера Молдавии. Нашел, выбрал елку для бельчан, выбирая кое-какое другое оборудование. То есть я не говорю о том, что вот я на лечении, вот вы там как-то решаете все проблемы. Я на связи с нашими советниками, с моими коллегами, аудиторами, которые начали погружаться во все те проблемы, которые есть. Поэтому, хотите делать что-то в Бельцах, пожалуйста, будете провоцировать меня дальше, через своих гоп-стопников, через этого мерзкого пылесоса-коррупционера и через эту гориллу, значит, ну, я приеду домой. Я понимаю, что там есть какие-то провокации. И я знаю про эти провокации. Послушайте, я всегда шел по жизни с высоко поднятой головой и буду так жить всю свою жизнь. Вы пытаетесь как-то спихнуть и сделать вид, Игорь Николаевич, что Бельская проблема вас не касается. Нет, она касается. Потому что гопникам крышу политическую дал ты. И сегодня, что ты, что они, просто служите Грише Болгару. И боишься произнести вслух даже его фамилию. Вот и вся ситуация. Поэтому, уважаемые бельчане, значит, еще раз. Наша партия, кандидат от нашей партии, Александр Петков, обратился ко всем фракциям, чтобы от всех было по вице-примару и чтобы все дружно взяли за работу в Бельцах. Не слушайте горилл и дебилов, понимаете? И объединимся, и поверьте мне, в городе будет порядок. Значит, на следующей неделе увидимся уже с вами. А может быть, даже в это воскресенье, я посмотрю, как выпишут, для того, чтобы продолжить нашу традицию каждое воскресенье с программой «Сила правды, потерянной дёргой Георгий Гонц». Я вас обнимаю. Всем хорошего дня. Делайте, пожалуйста, репосты этому видео. У меня просто нет другой возможности для того, чтобы эту информацию довести до каждого гражданина страны. И еще раз. Не только бельчане, а абсолютно все граждане могут требовать от политиков то, что они от вас обещали. Я вам еще раз. ВОРФИ ПЕДЕПСЫСК, КАЗ ЛУПТЕМ КУСТРАИНИЕ, ВОЛНУРАНТЕ, ВОЛНУРАНДЕМО ОБЛИГАТСА, ФАЧЕМ РЕГУЛА, ВОЛНУРАНТЕ. ВОКУПРИН, ПЕТОТ, САВЕТСО ЗИ КАТ МАЙ ФРУМАСА, АША КА, СПЕР, КА КУРЫНТИ, НЕ ВИДЕМ ДЕЖА АКАЗА. ВОСАЛУД ВОКУПРИН, ВСЕМ ПОКА.